На дверях узоры маркером и остатки уже сорванных объявлений. Рядом рекламные надписи. Лифты в седьмом доме по проспекту Ленинского Комсомола заменили чуть больше года назад. Радость жильцов была недолгой. Оказалось, новое оборудование очень ненадежное. Без конца. То один стоит, то другой, то два стоят. Очень плохо работают. Лучше бы нам не меняли старые лифты. Постоянно оба лифта тормозят. Это постоянно перегруз. Даже два человека садятся и постоянно пищит перегруз. Этот частенько вообще ломается. Старые были гораздо лучше. В доме только один подъезд, а вот этажей на 13 больше. Без подъемника, как говорится, далеко не уедешь. В подъезде два лифта, оба пассажирские. Вот этот, который слева, сейчас вообще не работает. Несколько дней назад он сломался. И, по словам мастеров, без необходимой детали они не могут его починить. Когда придет запчасть, неизвестно. Второй лифт просто очень часто ломается. По словам местных жителей, иногда несколько раз в день. Бывает, что застревают и пассажиры. Полчаса. Мы ждали, пока пойдет лифтер. Там что-то ключом открывает, раздвигает дверь. И тогда ты провозишь. Я стрял между первым и вторым этажом. Я позвонил, там кнопочка есть и дела. Мы быстренько открыли, где-то минут 20 прошло. За последний год Юрий Абрамов застревал три раза. И всегда в одном и том же лифте. В том, который сейчас окончательно вышел из строя. Жители пытаются решить лифтовую проблему разными способами. Обращаются в различные инстанции. Недавно оставили заявку на портале Добродел. Ну а пока надежность техники вызывает сомнения, остается использовать проверенные средства, которые точно не подведут. Например, лестницу. Следующая горячая точка на карте Видного. Советская улица, дом 2А. Несколько дней назад двери лифта открылись в нем, когда кабинка еще не поднялась. Дело было на седьмом этаже. По словам местных жителей, до этого случая техника нареканий не вызывала. Здесь в каждом подъезде по одному пассажирскому лифту. Именно в этом, как нам сообщили, недавно произошло ЧП. К сожалению, пообщаться с пострадавшим нам не удалось. Мы проверили оборудование. Сейчас лифт работает в штатном режиме. Алексей Пименов, Евгений Петров, Видное ТВ.